Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Курс лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Богодухновенность Нового Завета и разночтение в рукописях. В прошлый раз мы говорили о том, что Священное Писание Нового Завета написано на особом диалекте древнегреческого языка, который называется Коэне, общепринятый или постклассический. Именно причиной разночтения в рукописях очень часто был этот диалект. Мы с вами знаем, что в древних рукописях огромное количество разночтений, но можно выделить определенные группы. Первая группа – это разночтения, связанные с ошибками переписчиков. Да, действительно, такие разночтения имеют место, их какое-то количество, причем не большая часть разночтений. Они могли быть вызваны или тем, что переписчик неправильно увидел, если он сам переписывал, или если происходило переписывание под диктовку, он мог неправильно услышать, неправильно понять термин и записать другой. Однако большая часть разночтений в древних рукописях связана с тем, что переписчики относились к тексту Нового Завета не так, как мы относимся сегодня. Сегодня мы стараемся при публикации каких-либо древних текстов максимально сохранить их первоначальный вариант. Но это для нас сейчас текст Нового Завета мыслится как древний, а для той эпохи, для членов церкви, это было живое божественное откровение. Поэтому переписчики считали возможным выступить в качестве определенных редакторов текста и особо это не оговаривали. В частности, они считали и уместным, и возможным несколько менять формы слова. То есть, если они видели, что более уместно поставить вместо аориса перфект, то они могли внести такое исправление. Если видели, что недостает определенного артикля, они могли его поставить или наоборот убрать лишний. И вот здесь стоит вопрос, а по какой причине они могли вносить такие исправления? И вот эта причина прежде всего была стиль языка Коэне. Как мы уже говорили, это был язык, отличающийся от классического древнегреческого. Но начиная уже с 2-го, 3-го века, люди, которые читали и древнегреческую литературу, и священное писание Нового Завета, особенно если они были воспитаны на древнегреческой классической литературе, видели, что с точки зрения классического языка что-то стилистически желательно подправить. И вот такие правления и вносились. Хорошо известная история, которая относится к 4-му веку, к 330-м или 340-м годам, и произошла она на Кипре с таким святым православной церкви, как святитель Трифилий, первый епископ Левкусийский. Левкусия – это старое название Никосии, столицы Кипра. Святитель Трифилий был учеником святителя Спиридона Тримефунского. Святитель Трифилий обучался в Бейеруте, изучал там и риторское искусство, и юридические науки, был известным оратором и, судя по всему, любителем древнегреческой классической литературы. После одного из соборов кипрских епископов святители Трифилия попросили произнести поучение к народу. И вот то, что произошло дальше, изложено в книге «Созамена. Церковная история. Первая часть. Одиннадцатая глава». Когда святителю Трифилию нужно было процитировать Евангелие от Иоанна, пятую главу, восьмой стих, и сказать «Встань, возьми подстилку свою, кроватос, и ходи», он вместо слова «кроватос», которое означает «соломенная цуновка», это слово было таким, знаете, простонародным, использовал возвышенный термин из древнегреческой литературы «скимпус», который означает «кровать», иногда складная, на низких ножках, это могла быть и походная кровать. Присутствовавший при этом его учитель, святитель Спиридон Тримифунский, когда услышал, по словам Созамена, вознегодовал и сказал «Неужели ты лучше того, то есть Господа Иисуса Христа, который произнес «кроватос», раз стыдишься употребить его выражение». Эта история наглядно показывает нам, как образованные люди иногда желали, не меняя смысл, несколько изменить стилистику. Действительно, «кроватос» и «скимпус» – это одно и то же, но «кроватос» звучит по-простонародному, а «скимпус» возвышенно в стиле и русле древнегреческой литературы. Именно этим вызвано немало исправлений, которые внесли переписчики-редакторы в текст Священного Писания Нового Завета. Меняют ли эти исправления смысл? Нет. Более того, действуя так, переписчики исходили именно из того понимания Богодухновенности Священного Писания, которое мы разбирали в предыдущих лекциях. Передается именно смысл в Божественном Откровении, но не конкретные слова. Конечно, первым и основным и важнейшим подтверждением такого понимания Богодухновенности является то, что апостолы проповедуют открытую им на арамейском языке Христом истину на древнегреческом. То есть уже возможна трансляция, уже возможна передача смысла на другом языке. Но если возможна трансляция, то по какой причине невозможно стилистическое исправление? Так рассуждали переписчики. И поэтому подавляющее большинство разночтений не меняют смысла, а в наборах пытаются его уточнить или в определенном понимании облагородить. Конечно, есть и третья группа. Третья категория разночтений, именно смысловые различия, внесенные сознательно, не по ошибке. И об этой третьей группе нам известно благодаря деятельности первого церковного текстолога, каким был учитель церкви Ориген. Мы с вами знаем, что Ориген увлекался текстологией, то есть с лечением разных рукописей. Для текста Ветхого Завета он составил так называемые гегзаплы, то есть таблицы из шести колонок, где сравнивал разные переводы и оригинальный текст. До нас не сохранились какие-либо его труды из области Нового Завета, где можно было бы видеть, что он подобным образом сопоставляет в таблицах, но, вероятно, такую сопоставительную деятельность он проводил, потому что нам известно, как он исправил термин «Вифания» в Евангелии от Иоанна. Когда мы читаем о том, где крестил Иоанн Креститель, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 28 стих, то в очень многих древних рукописях мы находим название этого места «Вифания». Ну, а по-гречески там стоит ударение «Вифания». Однако оригин нашел в некоторых рукописях, что это место называется иначе, «Вифавара», а по-гречески ударение «Вифавара». И он посчитал, что лучше выбрать второе название. Почему? Потому что было еще одно место во времена Господа Иисуса Христа, которое тоже называлось «Вифания», и находилось оно рядом с Иерусалимом. Помните, именно там, в Вифании Иерусалимской, жили Лазарь, Марфа и Мария. Туда, в Вифанию Иерусалимскую, придет Господь Иисус Христос для того, чтобы воскресить Лазаря. И вот оригин, который, напомню, был и директором, и преподавателем огласительного училища, то есть учебного заведения, где обучались люди, желающие принять крещение в церкви. Он посчитал, что для новоначальных будет проще понимать смысл текста Нового Завета, если будет не два названия с одним звучанием, то есть «Вифания Иерусалимская» и «Вифания Зоорданская», можно запутаться. А если для каждого поселения будет свое собственное название, для «Вифании», которое при Иерусалиме остается название «Вифания», а для «Вифания», которое на Иордане, выбирается из одной из рукописей название «Вифавара». И вот с легкой руки оригена разночтение «Вифавара» вошло в целый ряд древних рукописей, и в том числе и в нашу церковную традицию. Если мы откроем церковно-славянский текст или синодальный перевод, то мы в Евангелии от Иоанна в первой главе, в 28 стихе, найдем именно чтение «Вифавара». Меняется ли смысл? Да, отчасти меняется. Но с другой стороны, мы видим, что ориген в этой ситуации действует как раз в духе тех переписчиков-редакторов, которые желали придать максимальную ясность тексту Священного Писания Нового Завета. Он выбирает это разночтение, чтобы читателям было понятнее. Но, конечно, в этой третьей категории смысловых разночтений мы с вами можем встретить те ситуации, когда смысл несколько меняется. Тоже не радикально, но все-таки уже есть отличия. Пример. Евангелие от Иоанна. Пролог, где мы с вами читаем в первой главе, в 18 стихе «Единородный сын». И в нашей церковной традиции рукописи Нового Завета стоит соответствующее греческое выражение «О моногенис Ийос». Однако есть целый ряд рукописей, где это выражение звучит иначе. «Единородный Бог» «О моногенис Теос». Были исследователи, которые предполагали, что да, слово «Ийос» и слово «Теос» очень похожи в написании. И, может быть, это тоже чисто техническая, механическая ошибка переписчиков. Однако ряд современных исследователей священного писания склонны видеть здесь сознательную правку редактора-переписчика, который уже редактирует богословский смысл. Вероятно, эта правка была внесена в период арианских споров, когда необходимо было отстаивать учение о том, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, также является Богом. И хотя само по себе выражение «моногенис» и «йос» уже в немалой степени указывает на то, что этот Сын Божий, единородный, он является сам Богом, потому что он единородный. Нет у других ни братьев, ни сестер. А, конечно, в контексте Евангелия от Иоанна, где впоследствии Христос говорит «Я Отец Едивный» и так далее, понятно, что единородный Сын – это Бог. Но кто-то из переписчиков-редакторов решил уточнить, решил вместо Сын поставить Бог, чтобы не было уже никаких сомнений. Это была редактура, которая сделана в процессе борьбы с феретической мыслью орианствующей. Но в этой редактуре церковь, конечно, не нуждается. И хотя международная группа исследователей, которая издала критическое издание Нового Завета, выбрала это чтение, однако для нас, конечно, предпочтительным является чтение нашей церковной традиции византийской группы рукописей «Моногениз и Йос» – «Единородный Сын». Хотя, конечно же, мы должны признать, что даже вот эта смысловая корректура, она меняет смысл, но при этом не противоречит в целом учению Священного Писания Нового Завета. Резюмируя все сказанное, мы с вами можем утверждать, что наличие разночтений в древних рукописях не только не противоречит нашему церковному пониманию богодухновенности, но наоборот показывает, что древние переписчики и редакторы текста Нового Завета придерживались как раз нашей с вами концепции богодухновенности Нового Завета. Передается смысл, передается божественное откровение, а форма может несколько меняться. Поэтому, конечно же, для нас, для православных христиан, наличие разночтений – это не опровержение богодухновенности, а как раз ее подтверждение. Тем не менее, в процессе чтения и изучения различных рукописей перед нами все-таки будет вставать вопрос о предпочтительном разночтении в том или ином случае. Но, как правило, для каждого случая разночтений этот вопрос решается индивидуально и не статистически, не на основании того, а сколько рукописей больше, вот с таким вариантом текста или с таким вариантом текста. Нет, мы, конечно, смотрим на группы рукописей. Для нас есть более важные, менее важные группы рукописей. Но еще идут вход и богословские соображения. Поэтому каждый случай наличия разночтения необходимо рассматривать индивидуально. А вот какие есть общие закономерности, общие группы рукописей и какие есть принципы православной текстологии, об этом поговорим в следующих лекциях. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok